Ващий Панов Анатолий Иванович, доктор политических наук, профессор. Некоторые аспекты политической антропологии. Презентация книги «Ищу человека». Добрый вечер. В дополнение к этому скажу, что я полковник уже в отставке. И то, что я сегодня буду говорить, я услышу, будучи старшим лейтенантом, в виде одной из очень секретных лекций. Естественно, я молчал долго, а потом увидел, что эта секретная сегодня лекция разбросана по всему интернету. Я ее немножко собрал, немножко в ловику, в цепочку какую-то, и получилась вот такая небольшая книжечка. Можно я ее так на камеру и покажу. Можно относиться по-разному к различным блогерам в интернете, но сегодня это для нас единственное средство, чтобы себя, не то что показать, а показать свой труд. Почему мы должны себя там крестать по щекам и быть все время вот какими-то обиженными, или там униженными, или опущенными вниз. Надо самому пробиваться вверх. Но я не очень стараюсь, а когда нужно. На сегодняшний день об этой книге сказал так называемый секретный инсайдер канал и злой эколог. Бурная была реакция не потому, что что-то я тут новое сказал, сразу скажу. Это не открытие. Это систематизация. И для того, чтобы было понятно, я просто сейчас зачитаю содержание, и тогда, может быть, даже какой-то дискуссия, разговор получится, или я просто очень кратко пройдусь. Почему еще? Потому что только что выступал Александр, и вы выступали, хотя лучше правильно говорить ты. Значит, все здесь есть. Но я сразу предупреждаю, что я физиологию практически не затрагиваю. Я социальное затрагиваю. Понимаете? То есть, ну вот начнем. Человек. Вид высшего живого. Многие читают и ошибаются. Вид высшего животного. Я говорю, еще раз прочитай. Вид высшего живого. Под вопросы. Истоки наивного представления происхождения человека. Человека с большой буквы. Если вы видите эту картинку, помните, мужика такого нам описали, что ходил днем с фонарем, искал человека. Этот процесс продолжается до сих пор, до нашего века, до нашего времени, до этой минуты. И я подключился к этому бесполезному делу. Человек второй. Человек в процессе прогресса или регресса. Куда нам идти? Вверх или идти вниз? Третье. Куда и с кем идти человеку? В данном случае, в основном, я говорю о человеке с большой буквы. Сейчас поясню, почему. Глава вторая. Обезьяна-люди. Человекоподобные обезьяны, обезьяноподобные люди и нелюдь. Ну скажите, человек с большой буквы, тот, которого искал наш философ, может резать голову другому человеку и его съедать? Это уже нелюдь. Хотя в виде человеческом образе. Третья глава. Люди-клоны. История клонирования человека. Клонирование первого уровня биологическое. Клонирование второго уровня социальное. Что мы сегодня видим? Особенно второе. Второе видно. Но не все, естественно. Как вы говорили, человек и ниже, ниже, ниже. Глава четвертая. Человекообразные зомби-биороботы. Человекообразные зомби-биороботы. Через терет. Под вопросы. Общая характеристика зомби-биоробота. Виды зомби-биоробота. Еще ниже под вопрос. Компьютеры в голове биоробота. И мозг человека в роботе. И часть третья. Или параграф третья. Проблема и алгоритм совместного проживания человека и зомби-биоробота. Мы рядом все контактируем. Только не видим, кто есть кто. Ку-ис-ху. Или просто познай себя, познаешь мир. Сначала себя, потом окружающего. Следующая глава. Рептилоидные. История появления рептилий на земле. Рептилии-враги или друзья человека. Алгоритм сосуществования человека и рептилий. Последнюю главу. Последнюю главу. Только в этой книге она появилась. И в следующей, которая сейчас лежит в редакции, там я еще одну добавил часть. Почему? Потому что все, кто читал эту книжку предварительно, попросили. А что делать? Как выходить из этого? Я скажу даже, какой процент из окружающих это спрашивает. Согласно Бернардо Шоу. Два процента думают. Три процента думают, что думают. А девяносто пять процентов скорее умрут, чем будут думать. Так вот, я назвал ее очищение. Спасем детей, спасем все. Профессор Базарный, если слышали, кто с советского периода бьется за детей, за наших в школе, которая гробит. Девяносто два процента выходят из школы, после тюрьмы школы больные, только благодаря школе. Вторая часть. Очищение. Двоеточие. Чистота частоты. Ну, здесь я приведу вам Петра Горяева. И третья часть, это в другом выпуске будет готовиться. Я ее назвал так. Счастье. Двоеточие. И снова чистота. Мы все излучаем какую-то чистоту. Там и про любовь, и все остальное. Как появляется любовь? Я со студентами работаю, говорю, но я вижу, что они устали. Ну, ребята, сейчас поговорим про любовь. Ура! Сейчас будем что-то поговорить. То, что на экране бывает. Я говорю, нет, давайте разберемся. Если вы найдете свою половину очень близко к своей чистоте, все. Это любовь на всю жизнь. И вы как склеитесь на всю жизнь. По различным условиям мы нарушаем это дело. Или по внешним данным, скажем, кто-то услышал, что мне нравится девушка блондинка, вот такая-то, такая-то. Она услышала, я неплохой, по всем данным социальным, физическим, финансовым. И она быстренько подстроилась, покрасила волосы, все остальное прочее, то-то-то. Ну, сколько мы с ней там прожили. Ну, немножко прожили. Она в ванну сходила по мы, вымылась, потом увидела еще что-то. И мы в ужасе друг от друга. Мы чужие совершенно. Ну, это вот немножко пробежался по, так сказать, по... Ну, и с темой моего выступления, собственно говоря, почти по тому же. Но я не буду некоторые вопросы повторять, а просто кратко пробегусь, если вы мне позволите. Я просто по картинкам, по каким-то пройдусь. Вот здесь много было говорилось про Библию. Да, я еще сегодня опять материал, так сказать, из Библии взял. Там нас предупреждают обо всяких катаклизмах и так далее. Ну, в данном случае я говорю, когда я выступаю перед молодежью, говорю, Бог, что такое Бог? И говорю, что это духовная сущность, человеком непознанная. Я никого не оскорбляю, не отвергаю представителей конфессии, любой духовной сущности. Никто со мной не спорит. Согласны. Согласны? Согласны. А теперь Библию открываем. Что там получается? Я кратко. На шестой день Бог сотворил человека, мужчину и женщину. И пошел отдыхать там. Пивка попить, телевизор посмотреть. На восьмой день он ведет по раю. И навстречу ему бежит что-то. Ты кто? Я наг. Нам долго лапшу вешали на уши, говорили, что мужи голые бегают. Так сегодня уже известно, наги – это зверолюди. Половина человеческая, половина змеиная. Даже цари были с такими, в таком виде. Где-то там на островах. На Кипре еще где-то. Бог видит, вроде как человеческое есть, еще что-то. А давай-ка я тебе, ну я немножко в таком форме, ладно? Я хохол на половину, люблю шутить. Духа нет человеческого в этом существе. Вызывает своего сына, отнеси им Дух Святой. Он понес им. А недолго думая, взяли его и повесили. А кто? А вот тот самый отпавший ангел. Или противоположная нам частота, низкая частота, которая как раз занималась этим делом. И она из праха. Ну ее сатаной называют дьяволом, как угодно. Мне до лампочки. Из праха, из навоза создает нечто. Сегодня, вчера мне про Лилит пришел документ. Почему Лилит сбежала от Адама? Она отказалась лежать под ним. И это в какой-то книге у меня есть. То есть кому нужно, я ссылку принесу. В какой-то из еврейских книгах. Она сбежала. Пошел ты, говорит. Я не хочу под тобой лежать. А то, говорит, нет, я. И так далее. И делают ему Адам. Первое. Идет клонирование. Вторая моя часть. Как сотворил первая, лучшая часть, Бог, человека? По образу и подобию. Образ внешнее. Подобие для каждой моей молекулы. Ты такой же, как я. А это что? Чистейшее клонирование. Открываете глаза и уши. Второе. Тут же. Усыпил. Или усыпили. Это насильное. Это наркотик. Ведирают ребро. Клонирование. И создают нечто, нечто такое. Ушли мы от этого. Они шли дальше. Что у нас получилось в результате? В результате в первом случае получилось четыре составляющих. Тело, душа, дух и совесть. Это на мой взгляд. Во втором случае получилось только тело и душа. По некоторым данным душа это нечто, то что как раз вибрирует. То что частоты нам дает и выходит. Я подчеркнул, что это мой взгляд. Ради бога, я выслушаю, если не нужен ваш. А люди-клоны. Сегодня идет поток. Могу адреса дать, где их делают. Да, кстати, в 30-х годах в Америке были открытые показы бэби-инкубаторов. Откуда-то нашли тысячи, так называемых, недоношенных детей. И тут же в камерах, вот камера, туда подавали кислород, какое питательное вещество. И они выращивались. Последнее, я немножко похожее на это скажу. Когда была война с Ираком, что там получилось? Нас разведка сначала не поняла, почему, здесь все уже взрослые, почему ходят такие медсестры на корабле госпиталя американском, с такими фигурами и халатик белый выше всего, с чего можно. Естественно, мужчина возбуждается. Они ходили, скачивали сперму и куда-то отправляли. Отправляли, скажу, куда? В Индию. Целые фабрики, где неприкасаемые, каста неприкасаемых женщин оплодотворялась этой спермой. И там вынашивались до некоторого возраста, назовем так, дети. Потом их отправляли в разные интернаты, потом они получались солдатами. Вы поймите, сколько войн сегодня каждый день, сколько убито. А население в некоторых государствах не уменьшается. Давайте подумаем. Вот хотя бы влезем в те три процента. Как так получается? Откуда китайцев столько? Тюнеев доказал, что чтобы китайцев столько стало, за такой период времени нужно рожать женщине 120 детей. Опровергать? Опровергать. Напишите доказательные и так далее. Но задуматься стоит. Обезьянные люди здесь вот хорошо, только здесь, ну, видно, я сказал и предупредил, физиологическое как бы направление, а не социальное. Посмотрите, ведет себя как обезьяна. Слышали такую фразу? Слышали. Дергается, прыгает, там что-то врет. Да. Вот. Но на обезьяну... А теперь мы доказали, что обезьяна ведет себя как человек. Вот поэтому я отсюда и взял. Ну и нелюдь, это понятно. Скажите, а какая бывает нелюдь? Та, которая где-то там на островах сегодня копьями побили друг друга, потом поджарили и съели. Или та нелюдь, которая кнопку нажала, и более ста тысяч сгорела. Во взрыве атомной бомбы. Или просто войну организовалась для того, чтобы себе иметь деньги. Не все войны почти были организованы. Третьи. Два дурака дрались, третий получал за это деньги. Это обезьян неправедение. Люди-биороботы, ну я прошу прощения, это мы все с вами, тут немножко уже прозвучало. Только в разной степени. И сегодняшняя, так называя, пандемия это показывает. Я в метро. Два молодых человека, очень много таких студентов первого курса, второго, разговаривали. Я чуть-чуть вмешался. Да прикажут и все мы сделаем. Все. Это биороботы. Их готовили на глазах, на наших. 25 лет солдата учили чему? Убивать. Социальное воздействие биоробот, физиологическое, он уже превращается во что? В машину. Только убивать способен. 25 лет. Понимаете? И некоторые, ну скажем, внешние признаки этого тогда, примитивные вроде бы. Это бы стрижка солдат. Вот. Никакой связи, ни с какими энергиями. Виктор Рогожкин прекрасно описал книги «Энеология. Связь нашу с окружающим информационным полем и с энергиями». Пожалуйста. Все уже понятно. Ну, про биороботу понятно. Отдельный из них начинает вот выпендриваться. По принципу шампиньона. Знаете принцип шампиньона? Все шампиньоны растут чуть-чуть медленно одинаково. Один выскочил, я пришел, о, готов. Срезался, поджарились, ели. Так и сегодня. Я вот здесь нету, а в следующей книжке нашел материал и разобрался. А за что сожгли Джордана Брюна? До сих пор бытует, что он там спорил с попами, с церквями, несогласен был и так далее. А в чем? Протоколы. Ни в одном протоколе нет, чтобы он какую-то хулу на церковь внял. Восемь лет сидел в темнице. Оказывается, он единственное утверждает, что все люди – это происхождение разное. Ему нужно было согласиться, что все произошли от Адама или от Бога или еще чего-то. Вы говорите, там, Марион, Сириус или еще откуда-то получаемую информацию и так далее. Да очень просто. Возьмите маятник и себя спросите, я земной или не земной. То, что нас выносила женщина, это совсем к этому не относится. Поэтому сын убивает отца, отец убивает сына. Никакой связи нет. Ни физиологической, ни духовной, ничего. Мы разные. Хотя и животный вариант тоже не отвергается. Но рептилоидный. Сегодня это модная тема. Сегодня модная тема. Я начал со сказок. Ребят, ну там же все открыто. Что такое. Такое возможность. Вот здесь вы говорили про ученых. Да. Ученый не может сказать, что это быть не может. Я к этому пришел к выводу сам. Что ученый так сказать не может. Он может сказать, ну это, наверное, возможно, но я не знаю. Мы знаем только то, что мы знаем. Что нас научили. Что потом мы сами чего-то узнали. Но если ты читаешь эту книгу, а ты читаешь эту книгу, то у нас разная информация и разные потом превращаются в знания. Так вот. Ну посмотри. Да. В Ослое есть парк взаимоотношений человека и рептилий. Там всякие сцены. И не поймешь, что ли рептилия душит человека в таком классическом человеческом виде. Или целует. Понимаете, в чем дело? Наши богатыри то морду били этим драконам, то запрягали, пахали на них, то мирились. Далее. Но ведь я думаю, не хочу точно держать, что все мы сидящие здесь имеем признаки рептилий. Какие? Да очень просто. Открываем медицинскую энциклопедию. Рептильный мозг. Его потом замазали. Назвали стволовым мозгом. А у всех других у них рептильный мозг. Так что эти наши ребята вполне... Да, но совсем, может быть, не с ума сошли. А браки с рептилиями. То со змеей, значит, окрестили. То, значит, с крокодилом. То у наших почти картин, ну, таких иконописных, не икона, а иконописных картин, значит, сидит какая-то царица, рядом крокодил с ней обнимается там. Или еще что-то. Это что такое? Ну, бог с ним. Здесь кое-что я описал, что это такое. Ну, и что последнее? Последнее, как меня говорят... Я здесь остановлюсь очень коротко. Что делать? Что делать? Что делать? Ну, что вот? Лова называется у меня очищение. Кто ты есть? И все. И начинай с этого. Начинай с этого с себя. Больше у нас иного пути нет. В техническом отношении это сегодня электронная подготовка наша. Если хочешь управлять вот этим всем, всей этой массой. Если не хочешь управлять, тогда сам совершенствуй себя. Чем ты сильнее будешь совершенствоваться... Ну, представьте, представим себе вот такую треугольную, вроде как не пирамиду, но как треугольничек. Она из ступенек. Вот что-то сделав, достиг чего-то, становишься на ступеньку выше. Здесь ты встречаешь себе подобных. Ну, с точки зрения интеллекта, умственного развития и так далее. Но здесь же на противоположной стороне стоят тебе, ну, скажем, конкуренты. Осилил, снова, ну, в марсидско-лендской философии, или даже описывалось это как скачок, переход количества в качество. Количество знаний перешел в иное качество. Поднимаемся, 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 поднимаемся. Начинаем с пищи физической и духовной. Ну, и становимся... Увеличим свои возможности. Ну, и тогда нам никакой ни вирус не страшен, ни войны, ничего. Потому что война, на что убийство друг друга. Так что я, как полковник подставки, доклад закончил. Если есть какие-то... Какие-то вопросы, друзья? Да, можно? Пожалуйста, пожалуйста. Бежим, спасибо вам за интересный рассказ. Но мне возникло три вопроса, с вашего позволения. Первый. Когда вы говорили о человеке, ну, исходя из того, что вы предоставляли вне человека, да, который отрезает голову, следать, вы, безусловно, имеете в виду современного человека и из-за новейшей истории, тот, кто обладает, ну, нынешним уровнем социализации, эрудиции, образования, морали, представлений и так далее. Но какого же человека вы говорите о человеке вообще, за всю историю человечества? Ну, вы понимаете, да, тем более вы приводите из Библии о том, что мораль, о том, что эстетические, этические нормы представления за всю историю человечества, они абсолютно разные. То, что было ненормальным, естественным в эпоху Библии, 2000 лет назад и ранее, да, они неспоставимы с представлением нынешней. Это первый вопрос. Можно я сразу? Да, конечно. Вы знаете, я стал бы все больше и больше склоняться к такой, скажем, своей версии, что уровни цивилизации на протяжении, не знаю, тысячелетий были примерно одинаковы. Вот смотрите. Сегодня мы летаем в космосе. Сами все здесь сидящие летали на самолете. Сегодня на островах живут с копьями. Был такой в советское время, я не понял этот фильм, а потом уже, фильм «Воспоминания о будущем». Смотрели? Ну, гените, да, естественно. В то время, уже нам в советский период показали. Был аэродром подскока у американцев. Летали бомбить японцев. Аэродром подскока на одном из островов. И местный абориген, аборигены, каждому прилету самолетов что-то им там встречали, пели песни. Сейчас этот остров заброшен. Заброшен. И они, рассчитав время, они каждому прилету из лозы там, из какой-то сплели самолеты и стоят молятся. Теперь, в честь чего мы называем... Да, пожалуйста, вся Москва вам показывает, что какая была цивилизация до или потопа, или засыпания Москвы. Вы посмотрите, я в МГО работаю в основном здании на улице Радио. С этой стороны целый этаж засыпан, здание, а с другой стороны обычный этаж. Вот так вот. Понимаете? Второе. Заходишь в здание, извините, трехметровая дверь. Понимаете? Окна трехметровые, а потолок нужно задирать голову, чтобы увидеть. Какой дурак строил бы такое здание себе в ущерб с нашего современного сознания? Такие здания. Зачем? Сегодня вот придавили нас, а если с точки зрения другой, какая нужна высота сегодня? Высота нужна для нашей энергии, только та, которая равна моей высоте. То есть мой фонтон переворачиваем и вот такой высотой. У меня метр семьдесят, значит высота моего потолка в доме три сорок. Значит, и тогда корабли, почему называли воздушные корабли? Сказку начинаем. Сократить. Сократить. Да потому что были корабли воздушные, они летали. Как называется место, которое мы входим в дом? Крыльцо. От слова крыло. Дома летали. Это было другая цель. Параллельно были те, которые оставили нам, нам же все скрыли это, а оставили только примитивные наскальные рисунки. Но до сих пор скрывается. Сколько у нас нетленных людей сегодня на Земле? Сколько у нас людей сегодня более ста официально зарегистрированных, те, которые не питаются физической пищей? Второе. Все вопросы у вас. Еще вопрос. Вы оперировали численность населения, а оттуда вы берете цифры? Это же очевидно, что вы берете их из тех данных, которые предоставляет вам государство. Но вы сами сказали, что вы работали на государство и отлично понимаете, что доверять им нельзя. когда-то я скажем давал подписку, а сегодня я просто когда нахожу ссылку в интернете, впервые руки я могу свалить на них. И все. Только я знаю где искать. Это единственное. И третий вопрос. Ухват уже. Ну нет, давайте третий вопрос, пусть зададут. Ну что вы? Я не понял. Это лекция для тех, кто жаждет, кто ищет, кто... И все смотрящие. Конечно. Давайте, задавайте. Я прошу прощения, чем я вызвал ваше неудовольствие? Ну, очень длинные вопросы. Получилось, что он читает вторую лекцию. Тогда следующий человек может получить меньше времени. Не волнуйся, не волнуйся. У нас все хватает порежения. Я прошу прощения. Нет, нет, я прошу прощения. Обещаю, честно, коротко ответить. У вас началась лекция с того, что вы слушали лекции закрытые в советское время. Ну, срок, я думаю, что прошел, тем более, что все это можно обнаружить. А саму лекцию, которую вы услышали секретную и тайную, вы могли бы упомянуть о ней конкретно? Вот, я вам назвал содержание, она была, построена была по этому содержанию. Потому что нас учили видеть человека. Нечего было идти привлекать на свою сторону животное. Это бесполезно. Его только можно направить и тогда подзомбировать на убийство. И все. Понятно. Спасибо большое, что вы затеяли. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Буквально секунду не к выступающим от общего формата проведения. Ну, давайте, скажите, что вы хотите. Я думаю, что человек, который выступал до этого, все выступающие, достаточно серьезно подготовлены, скажем, в тонкости понимания бытия окружающего нас. И тут нет таких, как бы, но вы сюда выйдите погромче, погромче, а то у вас маска на этой. Ну, погните. Да. Ну, Так, так, ага, пожалуйста. Ну, вы как-то к нам, на ваши, как бы, тут мероприятия приходят люди, но не совсем, как бы, тут с бухты Барак. Тут все люди, которые посещают эти занятия и уже чем-то обладают, что-то знают и как-то могут оперировать за то, что с серьезными, ну, скажем так, знаниями, которые поступают из ноосферы кавернацком, из практики каких-то действий и так далее. Поэтому те вопросы, которые вы задаете, там, просто в будущем сокращайте, потому что здесь очень серьезно подкованные люди. Это видно из выступлений каждый из нас. Кто-то там с физикой связан, кто-то с научными какими-то работами, с технологиями закрытого формата и типа и так далее. И как этот мир устроен, и как накладывается вот у доктора Купеева, ну, скажем так, понимание коронавирусной обстановки на то, что вам не видно и приведу маленький пример. Вы не знаете, что делается в Уральских горах, там, где-то там в секретных заводах у военных. Нет и не дано. Есть, существуют какие-то грани то, что допущены народонаселению, знают, как военные нам говорили, то, чего нет и не допущены, пока это держится в секрете. Ну, ввиду политических обстановок и социальной обстановки и военной обстановки в стране. Поэтому, если здесь уже собрались мы выступать, просьба в будущем как-то затрагивать то, что на уровне дозволенного резонанса может пройти, и что было бы это новое, а не то, что там Фоменко, Носов, это мы тоже все знаем. И вы высказываете, скажем, а вы можете подтвердить, что там военные где-то в секретном формате? Ну, наверное, нельзя это выдавать тоже, потому что много секретного было и военных. Сам как бы в этом плане понимали, что это такое. поэтому просьба выступающей затрагивайте краеугольное, что-то новое. Вот как вот дал человек маленький резонанс и под него еще следующий резонанс на следующее выступление кто-то еще добавил. Ну вот, я там по своим темам могу тоже что-то сказать. Скажете, скажете, спасибо, спасибо. Спасибо.